В этот вечер казалось, что крещенские морозы заранее сковали весь столичный регион. Зрители все больше тянулись к горячительным напиткам в ожидании начала шоу-программы «Путешествие в Рождество». Все изменилось, когда на сцене появился коллектив «Песенное подворье». Подопечные Надежды Маскалевой быстро разожгли огонь в глазах взыскательной щербинской публики. Зрители Маскалевой Следом за представителями народного творчества на сцену высадился эстрадный десант нашего городского округа. Образцовый детский ансамбль «Деми Соль» под предводительством их руководителя Юлии Куликовой представил большую программу из своих лучших работ. Старались все солисты. Младшие исполняли песни о шоколаде и море. Старшие ребята пели более серьезные произведения. Представленный коллективом репертуар был очень разным. Временами были и лирические нотки, но ощущение вселенской радости публику не покидало ни на минуту. Белые леви весны кружатся, Тают застенчиво на ресницах И украдка к нам в окно стучатся. Белые леви весны кружатся, Белую простыню, белую птицей Улетит потом опять Возвратится. Следом за эстрадным десантом на сцене появилась тяжелая артиллерия. Народный хор русской песни под руководством одного из лучших баянистов страны Николая Коновалова исполнил классические произведения советской эстрады. Надо отметить, что все артисты были в очень хорошей вокальной форме. Как отметила художный руководитель Щербинского дворца культуры Лариса Дичкова, И, несмотря на серьезный мороз, творческие коллективы, как всегда, выступили грандиозно. Сегодня, в этот рождественский день, коллективы дворца культуры Поздравили всю новую Москву с Рождеством и Новым Годом. Несмотря на мороз, здесь было очень жарко, очень весело и интересно. С Новым Годом и с Рождеством вас! Обрадованные таким жарким приемом, Щербинские артисты пообещали вернуться в Троицк с большим сольным концертом. Но это уже совсем другая история.